Фотосъемка? Нет, это хорошо. Мы победили. Сладим, люблю, целую. Я замечаю, действительно. Девушка. Жду, когда мы встретимся. Сегодня у нас было достаточно короткое судебное заседание, потому что сегодня пришли такие свидетели, которые, ну, так скажем, подтвердили все факты, например, по обследованию жилища Исипенко и по обследованию территории где якобы Исипенко указал место, где он забрал гранату с запалом. Значит, первое, это был сотрудник ФСБ, который фактически являлся техническим специалистом при обследовании участка местности, на котором находилось дерево, под деревом находился якобы тайник, откуда он забирал гранату. Но на самом деле я могу сказать, что по обследованию участка местности Исипенко достаточно мало пояснил, как он все это технически осуществлял, мало зафиксировано в протоколе. Я попытался выяснить хоть какие-то обстоятельства, связанные с тем, как ехали, собственно говоря, к месту обследования, что говорил Исипенко, как он самостоятельно пришел на место, и оперативный сотрудник не смог эти все детали пояснить и не смог рассказать, как это все в принципе происходило. Потому что, как он сказал, я был на переднем сиденье, с Исипенко работал другой оперативный сотрудник, которому Исипенко что-то пояснял. Я осуществлял фотографирование, после фотографирования я сдал фотоаппарат, вот в принципе и вся его деятельность на обследование участка местности. Второй, это был представитель общественности по обследованию жилого помещения, где Исипенко снимал соответственно комнату. Он рассказал, что пришли, обследовали три комнаты в квартире, в каждую комнату заходили по отдельности, изымали предметы, складывали их в определенное место, потом эти предметы были внешне осмотрены и упакованы. Ну, то есть, сказал, что разъяснили права, было три или четыре оперативных сотрудника, сказал, что изымались телефоны, металлодетектор изымался, которые не проверялись на какую-либо работоспособность, они просто тупо упаковывались. Видео и фотосъемка не производилась. На следующее заседание 28-го вызван оперативный сотрудник, который уже непосредственно руководил обследованием участка местности, где якобы Исипенко нашел гранату. Вот это будут более интересные допросы. И я думаю, что придут еще другие представители общественности и, может быть, придет собственник квартиры, где Исипенко проживал на тот момент, до того момента, пока его не задержали. Сегодня Исипенко был достаточно активным, задал вопросы. Я ему задавал вопросы по поводу оперативного сотрудника, помнит ли он его, при каких обстоятельствах они там встретились. Исипенко сказал, что я не помню, потому что все были в масках или в балаклавах. Поэтому кого-то идентифицировать ему было сложно. Состояние здоровья, в принципе, нормальное. Ну, по крайней мере, сегодня он жалоб каких-то не предъявил. Я думаю, что в ближайшее время к нему пойдут другие защитники и узнают более детально, что там происходит. Это были комментарии адвоката. Сегодня прошло третье судебное заседание в отношении Владислава Исипенко, корреспондента радио «Свобода Крым-Реали». Следующее судебное заседание, вы слышали, адвокат сказал, что будет 28 числа на 10.30 и будет продолжение допроса свидетелей. Сам Владислав Исипенко выглядит бодро, передает всем огромный привет. Также у здания суда люди приехали сегодня поддержать Владислава Исипенко и выразить свое несогласие с той обвинительной базой, которая на сегодняшний день инкриминирует в отношении Владислава Исипенко. Субтитры создавал DimaTorzok